Здравствуйте, у нас продолжается снимание эфира, и сегодня у нас в студии Альберт Тен, который сейчас сам расскажет, кем он играется. Здравствуйте, я являюсь инструктором группы по Капуэре. Наша группа является филиалом бразильской школы, которая называется Ассоциация Капуэра Мастера Бимбы. Собственно, эта школа является первой школой Капуэра Режионал в мире, то есть она была создана мастером Бимбой в 1932 году. А во Владивостоке когда Капуэра пришла? Во Владивосток Капуэра пришла примерно в 2008 году, наша группа существует уже пятый год. А вот это вот, поскольку вы являетесь представительством, это какие-то полномочия вам придают? Или, не знаю, права, обязанности? Вы знаете, тут вот как-то в мире Капуэры до сих пор все действует на словах, да? То есть мы общаемся с мастером, в свое время он сказал, ты можешь сделать филиал, и ты можешь назвать его филиал Владивосток. То есть Ассоциация Капуэра Мастера Бимба – филиал Владивосток. То есть, собственно, мы с ним поддерживаем постоянно отношения, постоянно преподаватели из Академии, из Бразилии приезжают к нам в группу, дают семинары. Мы приезжаем, мы уезжаем, выезжаем в Бразилию, да? То есть вот недавно у нас была поездка, больше, чем на месяц, в основной филиал. То есть взаимодействие постоянное происходит. А, собственно, знакомство с мастером, как получилось, так и почему? Я так понимаю, что ты первый принес Капуэру во Владивосток. Почему этот вид спорта? Немножечко не так. Вот как это было? Немножко не так было. То есть Капуэра появилась в 2008 году, благодаря клубу Инби они начали развивать Капуэру, они начали привозить мастеров. И, собственно, на одном из семинаров я познакомился, то есть прошел семинар у мастера, познакомился с ним, и с тех пор мы с ним общаемся постоянно. И вот для многих, я думаю, слово Капуэра такое какое-то загадочное. Ну, собственно, расскажи, что это? Это вид спорта, если я не ошибаюсь. Капуэра на сегодняшний день в России является официальным видом спорта, и по ней проводятся соревнования, ребята участвуют, и даже в международных каких-то чемпионатах принимают участие. Но этот вопрос очень сложный, потому что, да, Капуэра, она является спортом, но с другой стороны Капуэра содержит в себе очень много культурных, таких этнических аспектов, таких как музыка, там, не знаю, есть очень много смежных таких вот вещей в Капуэре. Или, скажем, сейчас я буду незнакомые слова, да, говорить, ну, для кого-то знакомые. Макулили или самбо. Ну, самбо знают все. Самбо – это бразильский танец, да, который, ну, тоже самбо существует, ну, чтобы не путали, да. Самбо – это бразильский танец, и существует также много разновидностей самбо, но это уже так, детали, то есть, и мы стараемся развивать все эти направления, то есть, африканские танцы, то есть, это целый такой культурный пласт, который мы, ну, который мы даем, да, преподаем, с которым мы делимся с другими людьми. Это культура бразильская? Это культура не просто бразильская, афро-бразильская. А во Владивостоке как ее воспринимают? Такая, несколько ведь разные культуры у нас. Вот я лично не проводил такого исследования, как ее воспринимают. Я прикладываю все силы, чтобы это развивать, то есть, постоянно вести тренировочный процесс, да, и на какие-то мероприятия приглашать людей. То, что они думают, я даже не знаю. Ну, есть люди, которые до сих пор не знают, что это такое. И сколько сейчас во Владивостоке занимается человек КПР? Группа постоянная, насчитывает более 15 человек, ну, а так тяжело сказать, потому что текучка, не имеет место быть. А почему уходят? Дело в том, что на определенном этапе человек, он понимает, что, ну, вообще просто начинает понимать, что это такое, и уже, соответственно, делать выводы, подходит ему КПР или нет. Потому что на тренировках мы занимаемся, да, музыкой, то есть, чуть-чуть попозже коснемся этой темы и музыкальных инструментов, которые лежат рядом, да. То есть, ребята просто понимают, что это не их. Ну, бывает вот просто так, вот без объяснения, вот мое или не мое, бывает вот не мое и все, а потом бывает, что вот не мое, а все равно человек потом возвращается. То есть, это такое состояние души и некая, может быть, философия? Да, да, естественно. То есть, поэтому бывают такие, кто ушел и пришел, бывают такие, кто ушел и ушел. Все. А вот, собственно, ты уже сказал, что занимаетесь вы самбой, КПР. Это разные группы или это как-то совмещается? У нас вот на данный день действует несколько инструкторов, которые проводят регулярные занятия, в том числе и с детьми, и по бразильской самбе, и по африканским танцам, и это все, ну, это разные люди, да. Сколько сейчас инструкторов вообще в вашей ассоциации? Четыре инструктора. Три инструктора по КПР, двое из них занимаются детишками, и один инструктор по африканским танцам и самбе. Я насколько понимаю, вот, собственно, ты сказал, что дети занимаются. Вообще, в каком возрасте надо приходить, чтобы заниматься КПР, и какие физические данные должны быть? Часто задают такой вопрос, но задают взрослые, когда хотят попробовать, да, и ответ всегда один, то есть КПР доступно для всех абсолютно. То есть люди приходят, и чаще всего люди приходят с нуля. То есть приходят и постепенно втягиваются, потому что никто не заставляет там прыгать выше головы. Ну, просто существует много различных, как сказать, ложных представлений о КПР, да, что это акробатика, что это сложно, там, что это танцы. Я на самом деле не отрицаю ничего из вышесказанного, но хочу просто сказать, что это все вместе, и то, что это представляет на самом деле, не поймешь, пока не позанимаешься. Вот, и получается, что можно привести ребенка, ну, где-то примерно с 4 лет, но нужно смотреть на уровень его развития, да, и можно прийти там после 30 лет, опять же. Ну, ребенку, наверное, значительно легче будет, чем взрослому. Ну, как сказать, просто взрослые понимают больше логически, ребенок интуитивно, то есть каждому нужно искать свой подход. А как вы вообще занимаетесь? Какой, я не знаю, периодичностью, что ли, вот группа ваша занимается, и как у вас проходит тренировка, что вы на ней делаете? Естественно, каждый занимается в меру своих возможностей, а это, естественно, время, деньги, да. Каждый занимается в меру своей вовлеченности в этот процесс, потому что кто-то приходит побегать, позаниматься, потянуться, а кто-то приходит позаниматься копойрой, да. Поэтому, если говорить об инструкторах, лично я занимаюсь каждый день, ну, может быть, 6 раз в неделю. Естественно, эти тренировочные дни, они по виду деятельности разделены немножко, да. Те, кто занимается из учеников, ну, наверное, средний показатель – это 3 дня в неделю. И это, я скажу, минимум, желательный минимум для того, чтобы прогрессировать. Меньше этого недостаточно. А куда вообще расти в КПР? Ну, вот я имею в виду, во Владивостоке, может быть, или потом можно будет куда-то ехать? Ну, поскольку, смотря в каком ключе мы сейчас будем этот вопрос раскрывать, либо мы будем раскрывать с точки зрения спорта, либо с точки зрения культурного явления. Ну, я думаю, культурного там границ не существует. Да, естественно, границ не существует. А вот спорт, а если человек начинает заниматься? С точки зрения спорта, ну, опять же, ну, как бы, дорога такая довольно-таки очевидная. То есть нужно будет заниматься, да, пробовать выступать на соревнованиях, которые проводятся официально только в Москве, да. Помимо этого, на самом деле, можно принимать участие в различных турнирах, которые проводятся в других странах. Просто нужно за ними следить, отсылать заявки вовремя и, ну, ездить, естественно, за свои деньги. Ну, да, у нас так, так спорт у нас. У нас так, да. Да. Вот, а еще ты сказала, что вы были в Бразилии. Насколько я понимаю, инструктора постоянно должны проходить какие-то там новые тренинги, на новый уровень. А как это все происходит? Вот есть ли вообще в КПРе какой-то такой человек, который вот добился максимума, и он вот, и вот он есть? Или все-таки все, у всех есть еще? Наверное, такого человека вообще не существует, не только в КПРе, а в принципе, который бы добился максимума, да. Все же умирают. Не, ну, может быть, ну, есть же вот там такое понятие, там типа черный пояс, там еще что-то. А вот в КПРе какой максимум? И вот есть, наверное, какой-то прям такой мастер-мастер, на которого все поклоняются. Ну, самый ближайший максимум, о котором можно говорить, это, конечно же, мастер. Мастер школы. Вот, в частности, мастер нашей школы. Потому что, поскольку мы все растем в рамках определенной академии, скажем так, да, по КПРе, то это мастер этой академии. Вот, и мастер, естественно, задает тенденцию развития, он показывает, как нужно делать, рассказывает, и, собственно, ученики равняются. Вот, а зачем тренинги для повышения? И могут ли туда ехать только инструкторы, или может любой, в принципе, человек поехать? Может, на тренинг может поехать любой человек, потому что любые семинары, которые проводятся у нас в России, они всегда подразумевают несколько ступеней подготовленности человека. То есть человек, который только начал заниматься. Бывают люди, очень часто, которые приходят и спрашивают, что ты сколько занимаешься? Я только пришел на семинар. А семинар уже для продолжающих, он играет, он может играть разные значения, то есть мотиватора какого-то, то есть посмотреть, пообщаться по-португальски, то есть банально, да, попрактиковаться, там, попеть песни. Ну, вообще, самая основная причина, естественно, это поиграть в капуэру. Ну, считается как не поспарринговаться, не подраться, а в капуэре термин поиграть. Играть. Игра. Поиграть в капуэру с бразильцами, потому что они, как правило, в большинстве случаев, они выше уровнем, и всегда есть чему поучиться. То есть это, собственно, как глоток воздуха, как глоток капуэры. То есть можно позаниматься, попрактиковаться. Да? А вы у тебя сколько уже приезжали, я так понимаю, мастера из Бразилии в частности. Вот расскажи об их визитах, и какое, может быть, впечатление произвел наш город на них? Я имею в виду именно капуэристы наши. Правильно? Да-да-да, правильно, капуэристы. В позапрошлом и в прошлом году в нашем городе, ну вот лично я, да и наша группа, мы смогли привезти четырех бразильцев. Четырех бразильцев, они все представители города Сальвадора, штат Баия. Баия, вообще, все мастера по капуэри, по всему миру, они называют Сальвадор в частности, колыбель капуэра, потому что там все зародилось. Вот, и из этих четырех бразильцев, три бразильца были инструкторы, ну, есть свои звания в капуэре, они были профессоры, профессоры, и один мастер, то есть это наш, президент нашей ассоциации. Мастер выше? Мастер, да, он самый, у него самый высокий уровень, и они все из Сальвадора, из одного города, и этот город морской, и он очень, местами очень похож на Владивосток. Прям, вот в этом году мы побывали, посмотрели своими глазами, прям иногда очень похож. И они, когда приезжают, они постоянно там показывают пальцем, о, это прям как в Сальвадоре, прям как в Сальвадоре. То есть они себя здесь уютно чувствуют, всегда у них здесь теплый прием, всегда у них хорошее питание, они всегда в тепле, даже при минус 30. Вот, ну, для них это на самом деле очень суровые условия, то есть холодно, потому что у них круглый год лета, у них сейчас зима, и у них сейчас плюс 25, плюс 30 градусов. Суровая зима. Да, очень суровая зима, для нас, наверное, суровая, потому что там бывает иногда очень жарко. А вообще они все очень тепло, конечно, отзываются в нашем городе. А уровень они как-то оценили наших спортсменов, флористов? Вообще такая вещь вот есть, когда человек занимается, он спрашивает, ну вот скажи мне, как вот я, какого я уровня, вообще у меня хорошо получается или нет. В этом плане на самом деле все очень просто. Когда человек задает вопрос, нужно отслеживать свое внутреннее состояние. Вот всегда, когда человек задает вопрос, у меня хорошо получается. И в этот же момент возникает определенное какое-то ощущение внутри. И по нему можно отследить, действительно ли хорошо или плохо. Но в большинстве случаев это внутренний показатель. То есть я когда задаю себе вопрос, и зачастую я получаю, да нет, конечно же нет, можно еще лучше сделать. То есть, ну какой может быть уровень? То есть уровень будет расти только при постоянных занятиях, постоянных тренировках. И они постоянно говорят, бразильцы, естественно с учетом, с поправкой на будущее, при условии, если вы будете тренироваться постоянно, ваш уровень очень хороший. То есть они смотрят, он хороший, ну он как бы, естественно он низкий, но есть к чему прорастать. То есть вот так. Ты уже сказал, что КПР это определенный пласт культуры. Собственно я понимаю, что все, ну на тренировках не заканчивается КПР. Вы там выходите на улицу, выступления какие-то, организовываете. Наверное, ну по крайней мере я слышала такое мнение, типа вот сектанты какие-то, какие-то странные люди. Я думаю, что вы, поскольку в этом всем варитесь, еще чаще это все слышали. А как-то вы не обращаете внимание на такие слова? Или все-таки доказываете людям, что мы не все кто? Ну я не обращаю внимания на эти слова. Мне интересно мнение людей, которые попробовали и потом уже какие-то свои выводы делают. То есть вообще я называю это очень просто. Я люблю мнение культурных людей. Не просто так вот бах и сказал что-то. Бессмысленно. Но, естественно, ученики, они некоторые обижаются, остро так воспринимают. Ну и, наверное, начинающие. Да разные. Разные. На самом деле еще зависит от настроения. То есть... Угу. Вот. Тогда поговорим о музыкальной составляющей. Потому что Алик пришел у нас сегодня с такими музыкальными инструментами. Но один, я так понимаю, это бубен. Да. А второй странный музыкальный инструмент. Вот расскажи про эти музыкальные инструменты. Так, ну у нас два инструмента. Их, наверное, взять надо, да? Да, я вот сейчас покажу. Я не знаю, как он вмещается в кадр. Вот так, наверное, вмещается по-любому. То есть это беримбау называется. Беримбау. Он состоит из... Устройство очень простое. И считается, что это практически самый древний инструмент на Земле. То есть это лук. Это стальная проволока. Просто ветка. И это высушенная тыква. Все. То есть он звучит... Он звучит вот так, да? А зачем он? Он как... Это что? Что делает? Вообще считает... Он считается основным инструментом в капуэре. И он задает ритм игры. То есть когда капуэристы играют в кругу. Круг называется рода. Когда происходит игра, собственно, беримбау... Играющий на беримбау, он играет определенные ритмы. То есть это не... Это разные ритмические рисунки, скажем так, если в терминах музыки говорить. И слушая эти рисунки, участники уже понимают, каким образом им перемещаться, с какой скоростью. Зависит также от того, какую песню солист поет во время игры. Потому что бывают разные ситуации. То есть во время игры можно там спеть о том, что там вот человек упал, там немножко там юмора, да? Ну на самом деле очень много юмора в капуэре. То есть это такие шаманские танцы? Ну можно и так сказать. Вы знаете, я как-то спокойно отношусь, и я сразу же эту фразу как-то вот перевариваю по-своему. Я понимаю, что в ней ничего обидного нет абсолютно. Ну можно и назвать шаманские танцы, наверное. Хотя не всегда. Но вообще, когда человек, который играет на музыкальном инструменте, почему именно его выбирают, что он будет играть? Задающий это прием? Это как-то складывается само собой. И не то чтобы его выбирает, просто это человек самый опытный должен быть. Или там один из опытных учеников. Он просто берет инструмент и задает эту атмосферу. Потому что я не знаю, вот какую аналогию провести. Нужно создать атмосферу. Прийти в квартиру, которая будет как-то плохо обставлена. Плохо это понятное относительно. Человек, когда заходит, он понимает, ему там уютно или не уютно. То есть а кто создавал эту атмосферу? Хорошо ли там находиться? То же самое и с ведущим роды. Собственно, если он хорошо играет и поет, то либо приятно находиться в кругу, либо, как говорят, чувствуется энергия, либо ее нет, либо там ее мало. Ее не может не быть, потому что люди собрались, и они двигаются. Просто люди это говорят простыми такими словами. Мне нравится, было хорошо или было плохо. То есть устройство этого инструмента очень простое. Я возвращаюсь непосредственно к Беримбау, но его называют уникальным, феноменальным инструментом, и играть на нем довольно-таки сложно. Он издает всего три звука, считается, что три звука. Но на самом деле больше, естественно. Я забыл там вытащить из сумки. Еще можно сходить, да, прогуляться. Прошу прощения, пока я отлучусь. Я, да, я вот покажу инструмент. Еще один называется пандейру. Это обычный бубен. Еще его называют бразильский барабан. Он, да, он тоже издает три звука, говорят. На самом деле больше, да, то есть звуков очень много. То есть вот такой. Я отдаю, можно им... Можно попробовать. Это Максимус и он. А он тоже сам, да, сделан? Нет, вот это фабричный, скажем, вариант. Но очень много в Бразилии продается самодельных. Причем их очень сложно отличить от фабричных, потому что они очень круто сделаны. А вообще, я так понимаю, что все эти инструменты, их в России, ну, в России, может быть, да, а во Владивостоке сложно, наверное, найти практически невозможно. Ну, Беримбау практически невозможно, да. Пандейру можно найти во Владивостоке или там в других городах, в Москве. Но вообще, я скажу, что такая большая проблема, когда серьезно чем-то занимаешься, найти профессиональное классное оборудование. Это относится и к музыкальным инструментам. То есть мы все заказываем. То есть в России ничего не куплено. То есть вот это мы с штатов заказываем. Есть рода и считается так, что, ну, естественно, есть всегда копыристы, которые ниже уровнем или те, кто только-только начал, они пока еще не умеют играть. Но вообще копырист, который прозанимался, ну, год, даже меньше, он уже должен уметь играть хотя бы на пандейру. Это по наитию как-то или должно быть музыкальное образование? Нет, это опять же такие предрассудки, да, что вот такой барьер человек не будет пробовать, потому что он думает, что у меня нет образования или я это буду делать плохо. Естественно, человек, когда начинает, он будет это делать, ну, плохо, потому что он никогда не пробовал. Но это не должно быть камнем преткновения. То есть можно всегда попробовать, всегда там, если стесняется где-нибудь там уединиться в комнате, или там в машине, где никто не услышит, там, не знаю, пойти там куда-нибудь там на природу, там, когда выезжают там компании, да, там поиграть. То есть ничего тут такого нет, и я не знаю, почему люди стесняются, собственно. То есть, а играть очень просто. То есть, к примеру, помимо различных вариаций, которые можно играть на пандейру, да, то есть можно играть простые, самые простые вещи. То есть для капоэры нужно просто три удара. Все. Да, это ничего сложного абсолютно. То есть ритм ровный, ну, то есть там какие-то... Ничего сложного. То есть и очень быстро люди обучаются игре на инструментах. С берембаум немножко посложнее. Вот это, скажем, часть, которую я забыл в сумке, называется кашиши, это шейкер. И он, в принципе, является отдельным самостоятельным инструментом. То есть можно им... Да. Он издает разные звуки. Но в составе берембаум он просто заполняет общий ритм. То есть, к примеру... Сейчас я сыграю какой-нибудь ритм. Самый простой, наверное. Звучит... Тут есть три звука. Открытая струна. Закрытая. И вот такой звук. Шуршание. То есть из них складывается ритм. Или другой ритм, например. Или еще один. То есть это я сейчас играю основные ритмы, под которые чаще всего играют. Да. Ну и последний, наверное, сыграю. То есть это самые основные ритмы. Я, наверное, инструмент положу на стол, чтобы его было... Может быть, видно, да? Будет видно его. Вообще, слушаете, звуки, такое ощущение, как будто это такое все простое, как, я не знаю, сразу представляется, собственно, наверное, в Бразилии, когда так все легко, свободная такая жизнь. А большинство людей, наверное, которые ходят на КПРВ в Востоке, у них все-таки есть там работа и прочие какие-то там свои проблемы. Так вот, чтобы прийти... Перед тем, как прийти на тренировку, надо от этих всех плохих мыслей освободиться, или как раз-таки это приходит во время игры? Я даже затрудняюсь ответить. То есть люди приходят и... Собственно, тут, как и на любой другой тренировке, люди приходят и расслабляются. То есть это эффект минимум, скажем, от тренировки. Но хотелось бы отметить, что имеет смысл пробовать дальше. То есть эффект минимум, да, он происходит, то есть отключился от работы, потому что происходит какая-то физическая активность и очень часто бывает такая нагрузка ощутимая. То есть в любом случае можно отвлечься от каких-то проблем. Там, я так понимаю, что нужна хорошая растяжка, что скорость, что надо-то? Что тренируется? Какие функции организма, так скажем, тренируются? Ну, то есть тренируется все то, что вы перечислили. То есть это гибкость, это быстрота, это сила, то есть выносливость, развиваются координационные способности. То есть абсолютно все в комплексе. Вот у тебя на футболке написано КПР Айсен Май Блад. Вот я так понимаю, что не всегда ты занимался КПР, и, наверное, раньше, как-то ты к этому пришел, что вот ты понял, что вот она у тебя в крови. Как это произошло вот именно у тебя? Ну, вот благодаря тому, что в КПРе очень много вещей соединены в единое целое. Это музыка, это танцы, это какие-то там элементы боевых искусств, это там что еще может быть? Общение между людьми. То есть оно все соединилось. Потому что я, как и многие, наверное, в свое время занимались в музыкальной школе, да, я тоже закончил музыкальную школу. Наверное, по классу фортепиано, мейнстрим такой. Ну нет, фортепиано из меня как-то пианиц не очень. Я закончил по классу скрипка. А, ну так, конечно. Ну, как-то так. Как бы я смотрел на руки. Преподаватель просто говорила, что у меня там широкая кисть и будет нормально, удобно играть. Ну, собственно, мне было удобно играть. Вот. И не хотелось просто как-то прерывать вот эту музыкальную практику. Потому что, помимо скрипки, естественно, пробовал и учился играть на других инструментах. Гитара, там, ну да, там фортепиано немного. То есть, потом, собственно, с капойрой появились этнические инструменты. То есть, подключился вокал со временем. Вот. И я занимался брейк-дансом, бибоингом долгое время. Вот. И периодически я, ну, прихожу к ребятам на тренировки. Потом, что еще я занимался, тэквондо, я занимался в детстве, это было очень давно, самбо, занимался настольным теннисом. То есть, много чем занимался. Потом это все соединилось в капоэру. Но благодаря вот остальным практикам так получается как-то находить язык с разными ребятами, с разными коллективами и давать мастер-классы. То есть, по каким-то даже смежным вещам. То есть, не только по капоэре, скажем, там, капоэра, там, не знаю, там вот будет скоро фестиваль, огни востока называется. То есть, меня там попросили дать мастер-класс по капоэре. Но ребятам будет интересна сама вот эта парадигма движения в капоэре, концепция перемещений в капоэре и как ее можно интегрировать в, скажем так, вот в это направление, работа с огнем. Периодически проводим мастер-классы с различными танцевальными школами. То есть, уже другой немножко аспект. То есть, это все помогает. А вообще, ты, наверное, кроме капоэры чем-то еще занимаешься? Или вот капоэры теперь это занимает все твое свободное время? Да, сейчас капоэры занимают все свободное время, но у меня очень много увлечений, о которых я не забываю, по крайней мере. то есть, я, может быть, и там не иду на каток, кататься на коньках, но я, по крайней мере, помню, что... Что мне нравится Что мне нравится фигурное катание, да, к примеру, или что мне нравится настольный теннис, или там, что мне нравится акробатика. как-то так, постоянно вспоминаешь какие-то вещи, потому что, если говорить о каких-то элементах, именно упражнениях, то очень много перекликается вращение, то есть, база, в принципе, одна основой вращения в фигурном катании или там в капоэре или в акробатике. То есть, оно все единое, и поэтому, занимаясь чем-то одним, можно, в принципе, сохранять форму. Когда приходишь на каток, все-таки тебя спрашивают, что фигурным катанием занимаешься, потому что, я думаю, из капоэры все-таки вот капоэра привнесла тебе вот эти вот эти вот жизнь твои эти... На самом деле такого опыта не было еще, потому что, ну, когда я приходил на каток, естественно, спрашивали, занимался ли я фигурным катанием. Я им не занимался, я самоучка, собственно, как и в капоэре. Просто вот этот опыт капоэры, он пришел уже после того, как я приостановился в фигурном катании, да? То есть вот вот как-то так. У меня не было возможности до сих пор еще проверить вот эти навыки, полученные в капоэре, как их можно применить в фигурном катании. Ну, наверное, на коньках сложнее это все будет сделать. Ну, какие-то вещи невозможно будет сделать, какие-то вещи очень сложно. Но, опять же, это поле для эксперимента, и может быть и возможно будет сделать какие-то вещи. То есть это надо все проверять на практике. А куда ты еще в жизни привносил капоэру? Может быть, там в другие какие-то аспекты? Я постоянно, наверное, привношу капоэру в свою повседневную жизнь и уже просто не отдаю себе отчета, куда именно, да? Но самое главное, что я привношу капоэру в жизнь других людей. То есть это, наверное, самое основное. Вот поскольку у вас достаточно мало людей занимается в группах, можно ли сказать, что это такие уже друзья, все близкие люди или все-таки каждый ходит туда как на тренировки, как, ну, не знаю, просто занимается спортом? Вообще, это естественный процесс, когда занимаются люди в одной группе и становятся друзьями. очень тяжело так как-то и такой задачи не стоит, собственно, как-то оставлять их незнакомыми. То есть, естественно, помимо, ну, во время тренировок люди очень сильно дружат и регулярно мы проводим какие-то, помимо тренировок в зале, какие-то мероприятия, выезжаем вместе, там, каким-то числом ребят давать мастер-классы или вот недавно мы вернулись с летнего кемпа ежегодного, который мы каждый год проводим, десятидневный кемп на побережье. И вообще очень много таких вот сильных предпосылок для того, чтобы ребята подружились, потому что, когда на примере музыкального занятия зачастую ребята стесняются петь, но им приходится раскрываться. и они раскрываются именно в кругу своих же ребят. То есть и, как бы, естественно, это как-то стирает границы. Ну, наверное, поэтому в КПРе есть и место юмору. Да, постоянно. А вот расскажи про кемп, куда вы ездили и вообще задача этого кемпа какая? Зачем? Зачем, собственно, ездить? По поводу задачи кемпа. Этот вопрос такой, он будет, наверное, я сейчас, наверное, проясню многие вещи ребятам, которые были на кемпе. И не поняли, зачем? И не поняли, да, некоторые, наверное, зачем он нужен. То есть у меня простая позиция. Идут тренировки и тренировочный процесс в течение года. Мы тренируемся. Кто-то больше, кто-то меньше. Но работа, она идет постоянно. И кемп, он нужен для того, чтобы перед новым тренировочным годом как-то вот не просто пришел после каникул. Тренировкой ты потренировался, потом все болит. А чтобы плавно, постепенно вливаться в этот процесс. Потренировался на пляже, отдохнул, поделился с ребятами впечатлениями, как ты провел это лето. И все, и начинаются тренировки. Естественно, на кемпе мы проводим тренировки, но они не проходят в таком вот спартанском ключе, что там в 6 часов утра подъем и побежали или там делаем там упражнения на развитие гибкости или там работаем над базовой техникой. Нет, такого нет. То есть кемп нужен для того, чтобы ребята отдохнули в первую очередь потренировались, разрядились и настроились на новый учебный год. То есть это, так скажем, это не спортивные сборы? Это не спортивные сборы в таком полноценном смысле. То есть это до сих пор у нас скажем так дружный между собой на тематику какую-то. То есть все-таки друзья. Да, мы с собой берем инструменты, мы с собой заранее прорабатываем меню, кухню, мы покупаем продукты. То есть мы там принимаем ребят на самом деле из других городов, потому что ребята приезжают с Москвы, с Комсомольска, с Хабаровска. То есть ближайшие КПУ-юристы у нас находятся здесь в Хабаровске, в Комсомольске? Да. Нет, в Комсомольске группы не существует, мы просто туда ездим уже второй год подряд, даем мастер-классы и скорее всего хотел, очень хотелось бы там открыть группу. Поэтому может быть в конце сентября если получится, поехать туда и уже давать не семинар, а проводить уроки. А по Приморью где еще существует группа? По Приморью наверное больше нигде, только Владивосток. По крайней мере я не знаю. А если ты не знаешь, то наверное их нет. Наверное их нет. Они должны как-то... Ну может быть они могут называться КПР-ой. Может быть имеет место быть в фитнес-клубах в различных названиях КПР-ой. Но естественно... Но это несколько другое. Это просто как бы спорт. Это несколько другое. Потому что все-таки те ребята, которые занимаются КПР-ой, они так или иначе побывали на семинарах с бразильцами, которые приезжали. Потому что у нас есть еще одна школа по КПР-е. Естественно, когда приезжают бразильцы либо к ним, либо к нам, мы ходим друг к другу, потому что это этикет. Когда приезжает бразилец, капоэрист, просто я просто обязан туда пойти. Не потому, что там пообщаться, а как минимум знак уважения КПР-е вот этому искусству. Просто КПР-е говорят, надо прийти, поддержать энергетически. То есть в Владивостоке две группы сейчас? Да. А какие взаимоотношения у вас? Какая разница? Почему? Две группы и это две разных школы, два разных мастера с разной историей. То есть мы просто развиваемся параллельно друг к другу и на каких-то общих мероприятиях мы просто поддерживаем друг друга. Но тем не менее это КПР-е и тут и там КПР-е. И вообще какое развитие для КПР-е в Владивостоке ты видишь? Может быть в рамках вашей группы, может быть в более там обширном смысле? Ну можно конечно и фантазировать на эту тему. Можно конечно. То есть естественно хотелось бы свое помещение для тренировок в котором можно было бы создать эту атмосферу. То есть поместить туда какие-то атрибуты символику какую-то какие-то там предметы музыкальные например. на самом деле хочется чтобы больше людей узнали о КПР-е и пришли на занятия. А вот про помещение ты сказала вы сейчас где занимаетесь? занимаемся на стадионе Динамо Северные трибуны зал Самбо. А какая сложность в том чтобы создать помещение ну кроме финансового? дело в том что вот это финансовое это основное и еще второй фактор это география конечно помещения можно найти где-нибудь там на угольной или где-нибудь еще никто не будет ходить потому что сейчас я считаю у нас такое идеальное лучшее местоположение это Семеновское центр то есть это удобное время с 8 вечера то есть для людей которые работают для людей которые работают может быть для родителей которые могут там забрать забирать своих детей но помимо Динамо у нас есть еще дом радио это ПТР Суханово там тоже удобное время детское с 6 до 7 детская группа два раза в неделю ну это все не свои помещения но тем не менее они есть и там замечательные условия ну собственно у меня закончились все вопросы спасибо что пришел вот познакомил нас замечательный инструмент спасибо большое спасибо Субтитры создавал DimaTorzok